Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дельту такое неотрицательное значение Меня просят уменьшить какое-то конкретное число X на D Но я не пишу, что мне прям X не то, что мне говорят какое-то число меня просто его найти в моей структуре и потом его уменьшить на D Нет, я так не говорю, потому что это слишком сложно Это подразумевало то, что в моей ключи, в моей структуре еще как-то можно эффективно находить меня по значению Я этот период не буду и скорее, именно что говорю здесь не кипятая Ну, меня как бы носом тыкивают и говорят, что не просто X на D в туче, а вот этот вот вот он у тебя лежит, вот его пожалуйста уменьшить на D То есть на разработчиковой структуре не накладывают дополнительного условия, что он должен еще искать элементов множества Скорее пользователь сам говорит вот этот вот элемент уменьшить на D То есть не просто какой-то X который непонятно где лежит А вот прямо ему показывает, что вот этот вот D вот здесь лежит, вот его уменьшить на D Давайте напишу, что D указатель R Ну и соответственно, в ответ на этот вопрос мне нужно просто уменьшить уменьшить элемент лежащий по адресу vtr лежащий по адресу vtr его нужно иметь что-то ну то есть примерно так это работает что у вас же как в памяти компьютера хранится какой-то массив или набор массивов так или иначе все элементы множество X они как в памяти компьютера лежат и вот вам не просто сообщают значение элементов, а еще и говорят где он лежит в памяти вот здесь вот по этому показателю поэтому у вас есть в памяти вот этот элемент нужно уменьшить тогда это значит становится более более выполненным более решенным вот соответственно куча это любая скульптура данных которая умеет поддерживать все вот эти операции как-то быстро и эффективно на них отвечать и вот собственно такая концепция у нас будет там до конца семестр что типа есть некий пул операций на которые нужно научиться быстро и эффективно отвечать и мы будем предлагать какие-то способы это делать предлагать какие-то структуры данных которые умеют вот конкретно эти операции быстро обрабатывать значит зачем может быть может быть интересна вот эта вот вещь ну с точки зрения алгоритмов нам это понадобится в следующем семестре когда мы будем рассматривать алгоритмы например Дельс и Прима вот там как раз это некий алгоритм на графах которые внутри себя значит они что-то делают с графом это пути или в деревьях да есть Дельс в прощающих пункт привычные нормально с поднадеем значит они каким-то образом им вот чтобы правильно работать им нужна некая структура данных на вершинах которая умеет делать вот это вот и все и больше ничего не надо то есть надо уметь грубо говоря добавлять забегать минимум и уменьшать значения все то есть там не нужно ничего кроме этого то есть алгоритму алгоритму так устроить что больше ничего не нужно и вот значит достаточно в качестве этой структуры используют книжки вот то есть это скорее как такой знаете черный ящик который может всплывать в каких-то других местах которые решателем более содержательную задачу вот ну а какой-то не знаю более-менее ну пример это что можно в таком то есть понимать какую часть приоритетов типа у вас есть не знаю ну что такое поликарик скажем ну вот не знаю вот очень врачи людей приходят и значит врач не знаю он любит принимать клиентов в порядке возрастания роста типа там кто самый высокий и кого обслуживать впервые не знаю спрашиваешь хирург и вот те у кого высокий рост там будет болезнь позвоночника неважно значит и вот ему надо типа вот он видит много людей которые у него стоят там в приемной ему надо взять самого высокого и обслужить ну или там самого низкого и обслужить при этом люди все прибывают но прибывают клиенты которые хотят вообще попасть на прием какие все приходят они добавляются множество потом врач извлекает из них минимальное ну там с минимальным или максимальным ну не крести это трудно мы любим но в каких-то ситуациях такое ну это такое более притягивание завода скорее использование в вот ну и вот сегодня мы посмотрим как можно было реализовать и значит первый из способов у нас будет бинарная куча она же добавляется дарная добавляется так сразу скажу что если вы уже понимаете что скажем вот это можно делать с помощью обычного сета или мэпа или деканта на дереве или чего угодно если вы знаете что это такое да можно ну у кучи просто меньше гостанта потому что у нее более простая итерация она более просто устроена она работает быстрее поэтому в каких-то в каких-то постановках куча даже строго ручишь всех кодекантов уверена поэтому их может быть болезнен вот ну значит давайте начнем большиня куча значит как она тут устроена мы будем хранить s в массиве просто храним s в массиве ну давайте я пономеру элементы с первого попьемся и дальше я буду виртуально то есть у себя в голове не в ходе а вот у себя в голове строить по этому массиву следующее дерево значит у меня будет двенарное дерево в ходе которого будет располагаться a1 дальше у него будут дети а2 а3 у них соответственно будут дети а4 а5 и а6 а7 ну и так далее то есть я строю такое полное бинарное дерево спорник в первом явлении нашего массива а дальше начинаю сначала у меня будет а1 на верхнем уровне затем а3 на втором уровне потом на третьем уровне 4 5 6 7 дальше 8 9 10 ну и так далее на каждом уровне в два раза больших элементов чем на предыдущем и у каждой вершинке получается два сына ну там не больше двух сыновей да то есть рано или поздно дерево оборвется скажем если у меня 8 9 10 11 то есть у меня 11 элементов то у этих вершинок просто не будет детей да дерево вот здесь вот закончится и больше ничего не будет если у меня 12 элементов то может быть такое что у вершинки всего 1 сын скажем вот как вот здесь у этой штуки 1 сын только левый если дальше ничего не будет ну и так для любого времени можно построить такой дерево просто сверху вниз по слоям бинарное дерево строим вот причем еще раз подчеркиваю Я это дерево в ходе не строю, то есть я не завожу никакой там отдельной структуры, которая хранила эту вершину и ссылалась на детей, ничего подобного я не делаю. Я просто говорю, что я себе в голове буду представлять какую картинку. Всегда, когда задан массив чисел, я могу нарисовать вот такой дерево. Окей? Понятно, как дерево строится? Хорошо. Ну и дальше, значит, я говорю, что в этом дереве я выполнился требования кучи. Что такое требование кучи? Требования кучи — это следующее условие, что число зависит на вершине меньше, чем все, что в поддереве у него. Так? А один меньше для порогну, чем все, что находится снизу от него, а два меньше для порогну, чем все, что вот в его поддереве, чем все, что вот здесь вот находится. А3 меньше либо равно, чем всё, что вот здесь. Ну и так далее. Я могу это рисовать так. Я могу просто сказать, что А1 меньше либо равно, чем А2, и меньше либо, чем А3. Аналогично А2 меньше либо равно, чем свои дети, А4, А5. А3 меньше, чем свои дети, А6, А7. Ну и так далее. То есть, чем ниже я подвигаюсь по куче, по дереву, тем больше у меня становится элементов. Ну и понятно, вот если эти неравенства выполняются, то понятно, что А1 меньше либо равно, чем вообще всё дерево, потому что можно по цепочке дойти до любого. А2 меньше либо равно, чем всё, что у него в по дереве, а А3 меньше, чем всё, что у него в по дереве нет. Значит, ну давайте... У меня куча. Элемент зависим. В каждой вершине. В каждой вершине. Меньше либо равен, чем все элементы его потери. Меньше либо равен, чем все элементы его потери. То есть, вот всё, что находится ниже, всё, до чего я могу дойти, используя ребра вниз, а 2 по дереву – всё, что ниже, всё, до чего можно добраться, используя ребра вниз. Вот все вот эти чуваки должны быть больше евро, чем мал. Если это выполняется, то я говорю, что требование кучи удовлет. То есть, требование кучи – это что при движении по кучи сверху вниз, у меня значение не строго возрастает. Окей? Вот. Хорошо. Вот представьте, что мой массив АН и такая АН, при построении в голове вот такой вот кучи удовлетворяет, всем в этом устроен. Тогда давайте... Вот я вот задавался, в каком случае, что мы с этого мы уже умеем, на что мы с этого мы уже умеем встречать. Какая операция тогда еще? Гетмин. Гетмин, да. Я могу просто в качестве ответа на Гетмин вернуть АН. Потому что мы просто построили, по требованию кучи, в корне, в самой верхней движении дерева, лежит самое маленькое число. Все остальные его больше уравны, поэтому АН всегда миним. За счет поддержания вот этого варианта, за счет соблюдения требований кучи, минимум всегда будет в корне. Значит, поэтому Гетмин у меня вообще отвечает на вот девицы. А Гетмин у меня очень-очень простая операция, надо просто вернуть его. Хорошо. Ну, для всех остальных операций мне нужны будут вспомогательные процедуры, которые я сейчас буду определять. Остальные, кажется, нужно будет их учить. Значит, смотрите. Я введу две вспомогательные процедуры. Одну назову СИЗДАП, а другой СИЗДАП. Никогда они работают. Смотрите, СИЗДАП это следующее. СИЗДАП и СИЗДАП это процедуры, которые пытаются чинить кучу, если в ней не выполнять требования. То есть, если какое-то из этих неравенств поломалось, я хочу это починить каким-то образом, так, чтобы у меня опять хуже стало корректно, чтобы я не мог себя быстро двигать. Ну и вообще, чтобы тоже было в правильном состоянии. Значит, СИЗДАП, ну, от слова СИЗДАП, как бы просеивать. И вот, ну, можно себе такую визуализацию представлять. У вас, не знаю, вот это дно какого-то водоема, и вы просеиваете вот там вот песочек, и у вас легкие прыщинки попадают в горе, а более тяжелые падают и остаются над ним. Соответственно, просеивание вверх, это вы берете какой-то элемент и пытаетесь поднять его наверх, пытаетесь просеять его вверх. Антониум СИЗДАЛОН, это когда вы хотите элемент опустить вниз. Значит, как устроить этот СИЗДАП? Он устроен следующим образом. Давайте в В. У нас есть индекс В. Он устроен так. Если у АВ и родителя, давайте я его назову П, если вот здесь вот нарушено неравенство, то я их просто слопаю, я их просто поменяю местами. Если здесь было написано число меньше, чем здесь, я просто возьму два этих слаба, поменяю местами. И все. Ну, и заключусь с ИЗДАЛОН. И так буду, получается, смотрите, если у меня вот здесь вот было нарушено неравенство, то есть если было вот так, если было нарушено неравенство, и сверху было больше чисточных снизу, то я хочу, наоборот, вот это маленькое число просеять вверх, и поднять снизу, но это дальше надо пропустить. Поэтому я просто возьму и поменяю вот это вот численное значение, АВ и АВ, просто поменяю местами этого числа, и запущусь рекурсивного родителя. Потому что теперь я поднял вверх родителя, и я, возможно, еще выше хочу его поднять. То есть если здесь лежит какое-то очень маленькое число, я хочу его все выше, и выше, и выше поднять. Вот. Ну, собственно, такой сифтап. Очень простой. Значит, для этого мне нужно только понять, какой будет номер у родителя. То есть если вы его номер вершинки, мне нужно понять, какой у него номер родителя. Ну вот по картинке нам будет понятно, что если у меня есть ввершинка у, то левый сын имеет номер 2 у, а правая главный от л теста у плюс 1. Можно сказать, просто так по построению. Да, я просто строю дерево таким образом, что если вершинка имеет номер у, то левый сын это имеет номер 2 у, а правый голову плюс 1. Это просто определения давать и так失ячее. Итак, есть, если у меня есть вершинка номер В, то как можно узнать ради себя? Какой номер «п»? — Попробнее индивидуально. — Да, это у нас попробнее индивидуально, всё правильно. Да, потому что вот у меня «в» тогда — это либо 2p, либо 2p плюс 1. В любом случае, после деления любого из них по балансу отбрасывания в дробной части, у меня получится как-то расставиться. Ну всё, значит, я готов написать, что-то красиво. Ну, во-первых, если мы встали в хорьбу, то я уже в хорьбу. Да, мы и так уже в хорьбу, просеивать вверх некуда просто. Ну а иначе, давайте смотрим на родителя. Pn — это AB2. Pb пополам. Ну и всё, и дальше проверяем. Если у меня ABD, вот как на картинке больше, чем ABD, то я их должен свопнуть и запуститься рекрусивно в хорьбу. Своп. ABD — ABD — ABD. И сестра — ABD. Всё. Пока нарушается неравенство с родителем, меняем родителя, то есть мы меняем себя и родителя, и продолжаем рекрусивно на этот. Так, своп это поменять места минус 2 числа. Нормально? Супер. Всё. Значит, подъём вверх. Ну и симметрия, что мне нужно идти в даун, который нам пытается опустить минус. Следствие, мы дали нашу V, в которой потенциально записано от слишком большого числа, которое нужно опустить ближе к листикам наших, опустить минус. Да, значит, мне нужно, наоборот, сравнивать с детьми, пытаться в детей опускать. Значит, вот пусть V вот здесь. Мне нужно понять, нужно ли его спускать в бить. Давайте напишем следующий вопрос. Во-первых, условия выхода. Условия выхода, если, увы, нет детей, то есть его, в принципе, опускать некуда, тогда идёт нечего. Опускать вниз невозможно, я ничего не делаю, надо просто завершиться. Ну, это, минимум, записывается в условиях 2B больше, чем N. Да, потому что обычно у меня вот вершинки про сына, вершинки WS, иначе я имею в виду номер 2B и 2B плюс 1. Их не существует, если они оба имеют номер больше, чем N. Да, потому что у меня всего N в дереве. Ну, значит, если даже номер вот этого больше, чем N, значит детей нет. Так, хорошо. А иначе они есть. И давайте из них я выберу минимальный. Значит, вот у меня есть либо один сын, либо два сына. Возможно, что, кстати, есть у него один сын. Но левый точно есть. Точно есть левый сын, возможно, нет травмы. Давайте мы выберем из этих U минимальный. Давайте мы выберем, что U и 2B. И затем, если правый сын существует, и значение в нем зависит на меньше, чем AL, меньше, чем AL, то, когда я говорю, что U равно 2 0%. То есть я просто из двух детей из двух детей выбрал минимального. Того, где написано меньше сын. Я сначала сразу, что это 2B. А если есть правый и там же сын еще меньше, то я меняю U вот сюда. То есть я говорю, что уходит на минимальный. Вот. Ну и все. И дальше я говорю, что если у меня, давайте скажем, пусть вот это будет. Дальше, если у меня нарушается вот это пирамидство, то есть если требование кучи вот здесь вот не выполнено, на этом игре, если требование кучи вот здесь вот не выполнено, то я просто делаю своп, и рекурсивно запускаю все в даун, а вот от этой игре. Если АУТ меньше, чем АВТ, тогда есть свопы. Ну, АУТ АВТ. Ну, если пускаем фигурсивный сын, он тот У. Все, вот такой сын, да? Значит, еще раз, что он делает? Он начинает в какой-то машинке В, где потенциально предполагается слишком большое число, которое нужно куда-то опустить вниз. Она слишком тяжелая, ему притягивают к дну наших ключей, его надо впускать вниз. Делаю я это так. Я выбираю из двух детей минимального, из двух детей выбираю минимального, скажем, на вот эту лапу, и слухаю, если нужно. То есть если вот здесь число меньше, чем здесь, значит как раз нарушается требование кучи. Я просто беру их срок на местами и продолжаю вот этот вот тяжелый элемент, и я выводя скручивается вот сюда, и мне, возможно, потенциально можно его еще вниз просеять. Поэтому я эффективно запускаюсь сюда на вот У, того, куда только что спустил его. И так его просеиваю, просеиваю до конца, пока рассеяние раньше не починает. А не может получиться так, что у нас оба ребенка меньше, чем родители? Мог бы. Но смотрите, давайте на пример, да, вот если у меня, например, какая-то такая практика, оба ребенка меньше, и я как раз связываю с минимальным. Тогда у меня здесь будет два, а здесь будет десять. И у меня как раз все починется, потому что из двух детей я поставил сюда минимального, и, значит, два будут меньше решать, как можно это время это починиться. И здесь нужно починиться, потому что я эксимон. Здесь именно технически важно, что я из двух детей выбрал минимальный. Чтобы при подъеме ребенка вверх, он с другим ребенком не конфликтовал. Так, ну вот. То есть пока давайте вот, то есть интуития этих штук такая, что если у меня в В какое-то нарушение, то после сифтата оно как бы пытается подниматься наверх, но если оно слишком маленькое, а если сифтат слишком большой, то оно всегда оно упускается вниз. Проводность прокорректности чуть больше сформулировать. Пока давайте, как бы, вот прием на веру, что здесь такая, что я легкий поднимаю вверх, тяжелый опускаю вниз. Вот. Ну должно быть понятно, что обе эти операции работают за алгоритмическое мнение. То есть если я запущусь в daun, вот В, производим нашему В, или сифтатом В, то они обе работают за алгоритм. Просто потому что глубина этого дерева, глубина этого всего алгоритмическая. Да, у меня на каждом уровне двое больше выше, чем например, глухи, да, 1, 2, 4, 8 и так далее. Значит, глубина у дерева логарифмическая всего. А, то есть если бы на каждом уровне двое больше выше, то значит глубина логарифмическая. Но здесь доказано, что если бы В поднимается вверх, в тот допор, в тот допор, либо опускается вниз, в тот допор, до листьев. То есть, ну как бы идет вниз по дереву. Понятно, что это залгорит. Потому что глубина дерева будет где-то чисто. Ясно? Ясно. Хорошо. Замечательно. Теперь вот давайте считать, что у меня ситуация данная, как это работает. Тогда давайте поймем, как реализовать оставшиеся две операции. Е3 мы уже реализовали. Давайте с НСЕРТом разберемся, как работают НСЕРТом. Как работают НСЕРТом? Как я это сделаю? Смотрите, я считаю, что у меня есть массив A1, A2, A3 и так далее. Давайте считаем, что он достаточно большой. То есть, он мне заранее выделит достаточно много памяти. Так что, если что, я в этот массив могу докладывать новые числа при необходимости. И так далее. Так вот, давайте в конец положим X, что будет соответствовать тому, что я в этом видео подвешиваю вот сюда вот очередной листик X. То есть, добавил очередную мышинку в конец, то есть, в лист. И дальше все, что могло сломаться, только вот это подмираем своим лицом и родителем. Возможно, X слишком маленький, чтобы быть над ним. Тогда давайте с помощью СЕРТАПа его поднимем куда нужно. То есть, у меня как раз у меня была коррекция обучения. Здесь что-то добавилось. Тогда после СЕРТАПа этот тест должен всплыть на правильный лист. Если он слишком маленький, мы его поднимаем. Ну, вот так это и можно реализовать. Значит, давайте делаю так. Я, во-первых, увеличу N, потому что у меня размер массива вниз. На последнее место как раз только что новое N, ставлю X и запускаю СЕРТАПу N. потому что вот я на новое место положил X. Возможно, он слишком маленький, мне нужно его поднять, чтобы он, чтобы требования лучше восстановились. Так. ДИТМИН реализовали. Все, собственно, вот insert и скотч. Значит, дальше экстракт мин. Ну, мы знаем, где минимум. У меня минимум по-прежнему лежит в корне. И мне нужно не только его вернуть, не только узнать значение, но и как удалить его из кучи нужно. Давайте сделаем так. Давайте запомним этот ответ, вернем его. Да? И поменяем A1 с последним элементом нашей пучи. Sine. То есть просто возьмем на сегодня местами вот эти два числа. A1 и вот это вот последнее A1. Вот я с сегодня местами. Дальше я Mb этот листик отрежу. Скажу, что окей, все, этот элемент как-то удалю, здесь ничего нет, забудь про него. И получается, что все, что произошло, это я взял и в корень помесил вот это вот A1 число последнее. Соответственно, все, что могло автоматься, это то, что у меня этот элемент вырос. Да? У меня раньше там лежал минимум. Потом я положил туда какой-то листик, какой-то хоть что-то с одной кучи. Поставил сюда. Значит, чтобы все починить, надо Sine down запустить. Потому что здесь находится слишком большое число. Мне нужно его просить вниз, чтобы он установил стремление кучу. Ну, значит, так экстракт не доработал. Значит, давайте попробуем какой-нибудь ANS. К минимуму. Значит, дальше я с двух местами A1 и AN. То есть поменяем местами корень и последний элемент нашей кучи. Удалю последний элемент из кучи, просто уменьшив размер. Да? Сказав, что у меня последний элемент из кучи удалял. Размер кучи на один уменьшился. И запишу симптам под корня. Симптам под корня. Симптам под корня. Так что это делается. Это экстракт. Так, ну и последний декрестки. Ну, с декрестки все совсем очевидно. Если вам тыкают на конкретный элемент, значит, в наших терминах это значит просто показывать на вечеринку дерева. Говорят, вот это вот, а в это уменьшить, пожалуйста, надо это. Тогда надо просто уменьшить и запустить сифтап, потому что элемент уменьшился и, возможно, всплывает куда-то на поверхности. Значит, не надо просто поменять. Надо просто уменьшить и запустить после этого сифтап. Декрестки. Если он принимает вершину нашего дерева, и параллельный сифтап, он просто берет и уменьшает на дельту, то есть не читает из нее дельту, и запускает сифтап. Потому что, возможно, этот элемент стал слишком маленьким, и его нужно поднять изверх на шифтап. А мы можем только уменьшать, да? Да, да, да. Ну, вообще говоря, бинарное движение неважно, потому что если здесь было бы, скажем, не инкристки, то надо просто сифтап запустить. Тут бы ничего не сломалось. Но как-то так обычно получается, что вот если вам нужен такой набор операций, то инкристки вам нужен. То есть может быть только декрест. Ну, если дельта отрицательный, то вам надо было бы всегда отрицать. Потому что если элемент увеличился, то он, соответственно, параллельный сифтап, было бы на отрицательный сифтап. Давайте считаем, что дельта отрицательный сифтап, поэтому если что, не нужно делать, то он всегда отрицательный. Вот. Хорошо. Дальше, если пока не задумываться о доказательстве корректности этих операций, то ясно, что они все, опять же, работают за логеремическое время. Потому что они просто сводятся к одному запуску сифтапа и сифтапа. Интересно, что мы там делаем с массивом и запускаем сифтап. Сифтап. Вот. Здесь опять же какой-то слог, поменяем их размер и запустить сифтап. И здесь то же самое, самое сложное сифтап. Поэтому время работы каждой из трех процедур – это максимум алфоголизма. И, значит, на все запросы я научусь отвечать довольно эффективно. То есть, если показать корректность, то получается, что все запросы я умею обрабатывать за логеремическое время, то есть, что очень даже корректно. Ну, теперь давайте корректностью займемся. То есть, я вот такую реализацию подъявил, пояснил минутелю, что здесь происходит. Теперь давайте поймем, почему он корректно. Зачем это корректно? Ну, зависит от основного. Типа, если экстракт не просто удалить, тогда надо начать решать. Если нужно удалить и не просто удалить, то будет францис. Это должен почти неизвестно. Так, хорошо. Значит, корректность, да? Давайте поймем, почему все корректно будет. Ну, для этого мне нужно будет следующее утверждение. Шлем, пусть, а один, отбай, и далее, от корректных пуст, То есть, если построить дерево по этому массиву, то оно будет удовлетворять клемму негупости. Там будут выполняться все яркости. Дальше пусть a в это изменяется и становится равной цу. Становится равной цу. То есть пусть у меня была правильная куша, и в ней поменялся ровно один элемент a в это. Он был какой-то до этого другой, а остальный равен цу. То есть я просто взял и поменял одно значение. Значит тогда, первое, если x уменьшилось, то есть x меньше, чем старое значение av, то что я поставил, меньше, чем то что было зодио, то после сектапа куча вновь станет корректно. И второе аналогично, если оно увеличилось, если я вместо av поставил какое-то большее число, чем было раньше, то, наоборот, после сектапа куча вновь станет f. Если я вместо av увеличилось, то после сектапа куча вновь станет f. То после сектапа куча вновь станет f. Так. Вот. Ну хорошо, если эта лемма доказана, почему у меня тогда все это корректно? Ну понятно более-менее, давайте инсерк посмотрим. У меня была какая-то корректная куча. Я взял, от нее прилепил еще вот здесь где-то x. То есть я добавил новый элемент кучи. Как это можно воспринимать? То есть можно по шагу воспринимать. Была корректная куча, давайте сначала в ни на месте последнего листика подвесим плюс бесконечность. То есть какой-то элемент завернул больше всех остальных. Тогда эта куча останется корректной. Потому что я на одно положу бесконечно большое число. Понятно, что требования вообще сохранились. А дальше я беру и эту плюс бесконечность уменьшаю до x. То есть оно было бесконечно большим, а я меня ввел на x. И после этого запускаю сектап. Но это ровно то, что в лемме происходит. У меня была корректная куча с плюс бесконечностью. Я уменьшил до x ее. То есть я уменьшил бесконечность до x. И запустил сектап. Тогда в лемме после вот этого сектапа куча вновь станет корректной. Значит, после вот этого выполнения куча останется корректной. Понятно? Значит, давайте экстракт мини. Экстракт мини. У меня был корень. Вот он какой-то а или же. Я поменял их местами и запустил сюда вот корень. Ну, значит, понятно. Давайте просто его сначала отрежем. Давайте отрежем вот этот листик. Куча будет правильной. А дальше я беру и меняю A1 на A1. То есть я его увеличиваю. Понятно, да? Потому что если раньше A1 было минимумом. То есть было самым маленьким элементом в куче. Я взял и поменял его на A1. То есть, ну, грубо говоря, на один из больших элементов. Значит, у меня здесь только увеличивается число. Но только была корректная куча. Значит, по лемме после секта у нас, у меня куча станет корректной. А, я поднял сюда дальше в школу. Значит, после секта она будет корректной. Ну, эти крестки вообще еще видно. У меня была корректная куча. Я уменьшил элемент от всех секта. Значит, даже по лемме она останется корректной. Окей? Хорошо. Значит, давайте наказывать E. Первый пункт про уменьшение. Что если после уменьшения запустить секта, то у меня куча вернется в корректную систему. То есть, почему? Ну, давайте в цепле. В цепле. В цепле. База V равно 1. Значит, если вдруг V равно 1, то есть у меня была корректная куча, и в ней уменьшится корень. А первым уменьшилось. Ну, тогда понятно, что куча останется корректной. Да, вот представьте, у вас была корректная куча с минимумом в корне, и вы взяли корень уменьшили. Понятно, что требование сохранится. Здесь сами только еще меньшее число, и, значит, все вот эти неравенства они сохранятся. Вверху сами еще меньшее число, поэтому внизу все неравенства будут сохраняться. Значит, делать ничего не нужно, если куча осталась корректной, делать ничего не нужно. Ну, ассистап у нас так и работает. Если есть ссистап, выиграть от корня, он ничего не делает. Значит, база V равно 1. Куча остается корректной. Куча остается корректной. Ну, ассистап ничего не делает. Если уменьшится корректной. Если уменьшится корректной, то делать меньшее. Переход. Пусть у меня уменьшилось неравенство хп. У меня было раньше значение хп. Оно становится равно неравенство. И пусть в Huawei есть за них хп. Посмотрим два случая. Как логовый х относится с родительским патоем? Вариант первый. Если х больше либо равен, чем патое, то у меня, опять же, ничего не сломалось. Давайте еще раз. У меня была какая-то корректная куча. В ней один элемент уменьшился, стал равен х. Но этот х по-прежнему больше либо равен, чем родитель. То есть вы видите, сохраняете неравенство в эту сторону. Здесь остается неравенство больше либо равен. Тогда понятная куча осталась корректной. Потому что все, что могло нарушиться, это только неравенство отцов. Вот здесь число уменьшилось. Поэтому, возможно, вот здесь неравенство могло бы нарушиться. Но если по-прежнему х больше либо равен, чем ap, то ничего не сломалось. То есть понятно, это неравенство сохраняется по предположению. Но от детьми тоже неравенство не ломается, потому что от того, что вы это число уменьшите, здесь неравенство, понятное дело, сохраняется. То есть если это число было меньше равно детей, то и х тоже тогда будет не в меньшей брали. Понятно? Все. В этом случае, опять-таки, куча остается корректной. Куча остается корректной. Ну и опять же, в свистах ничего не было. Так оно происходит. В свистах ничего не было. То есть он там сравнивает. Он получает значение в родители. Если в родителе число меньше или равно, чем то, что в АВ, то он ничего не делается, просто завершается. Молодцы. Это и быстро. Так. Но он очень интересен. Пусть у меня все-таки нарушил и стирается. То есть пусть я поставил сюда такой х, что у меня, в начале вся конфликция с отцом. Я стал меньше, чем в СОР. Ну, надо слово быть. И сектап у меня слово. Давайте я пошагам сделаю. Вот у меня была такая картинка. У меня изначально было АВ. Здесь АВ. Я его униканил. И вот я два шага это сделаю. Я сначала заменю АВ на АВ. Вместо того, чтобы сразу записать сюда х, давайте я сначала сюда напишу АВ. Понятно, что после этого куча останется корректной. Ну, потому что я, по сути, живу в уровне АВ. Я уменьшил АВ до АВ. Он все еще стал меньше, чем родитель. Поэтому сейчас на антикорректной. То есть на этом шаге куча-куча корректной. А дальше давайте вместо того, чтобы вот это заменять на Х, я вот это заменю на Х. На втором шаге я родитель обменяю на Х. И поскольку х меньше, чем АВ, значит, я его уменьшаю. Х – это меньшее что-то, чем АВ. У тебя уменьшил значение вот этой суммы. Хорошо. Но когда смотрите, я добился того, что мне было нужно, я поставил… То есть я, по сути, свопнул вот эти два элемента, потому что вместо АВ я написал х и свопнул их места. АВ и АП. Но при этом, это можно воспринимать от уменьшения АВ в корректный куча. У меня была корректная куча. Я в ней уменьшил от АВ до Х. И значит, только уходу на ней не куча. Если я сейчас заменю систему АВ, то после этого он тоже станет корректным. Да, потому что еще раз. У меня в этот момент времени была корректная куча. Я в ней взял и поменял какой-то элемент и уменьшил его. Я поменял АВ на АВ, который его уменьшил. Я уменьшил элемент. Тогда, после формы не нудится, потому что В – это меньшая вершинка, чем В, более высокая вершинка, чем В. АВ. Значит, в ней после низовой системы АВ, после системы АВ, после системы АВ будет корректная куча в окружении нудц. Да, потому что чем выше я поднимаюсь, то есть как бы для машины с верхнего уровня я все доказал. Поэтому после системы АВ, АВ, у меня будет опять корректная куча. Все. А ровно так и ведет себя системы в таком случае. Он как бы свопает местами, ну, вот это Х и АВ. Можно перерывать две минуты проблемы с птичкой? Ну, давайте. Вопросов, все еще нету, да? Вот последний, да, всегда подсказывает? Смотри, вот, чёртый один, и смотри, вот, верхняя полоска. Вы знаете, как работает системы в этом случае? Он берет, смотри, вот здесь, вместо АВ, как бы, Х, вот он записывает сюда Х и звук этих элементов, в том, что ассиста АВ. То есть он, по сути, вот в этой картинке запускает ассиста АВ. Он это сначала не обнестанет, а потом вызвался рекурсивный организм. Это как ведет себя ассиста АВ на самом деле. Я хочу доказать, что это корректно. То есть после вот этого ассиста АВ, то есть после вот этого ассиста АВ, после подъема его в самый верхний, то получается, что ассиста АВ станет корректным. Почему? Потому что эту процедуру можно воспринимать так. Я сначала имел вот такую корректную кучу, где одно чего два раза повторялось. И затем верхний вид поменял на Х, но уменьшил его. Я вот этот уменьшил на Х. Но получается, что у меня была корректная шуча, в П уменьшилось число, и я запустил все ста ПАВ. Но просто по предположению индукции у меня, значит, после вот этого всего будет корректная куча. Спасибо. 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 Так. Я не знаю, извините. Первый пункт я доказал. Я доказал индукцию сферных пунктов, что если я запускаю с петушиной, то после нее все корректно. Теперь, пункт 2, наоборот, всех, в данном случае, здесь индукция будет, наоборот, давайте начнем так, индукция от листьев к корню, ну, или иными словами, по значениям n-v. То есть там я как бы шел сверху вниз и доказывал сначала для корня, потом для детей корня, потом для внюков корня и так далее. Здесь, наоборот, сначала для листьев, потом для предпоследней уровня, предпредпоследней уровня и так далее и так далее. Значит, база v это листьев. Если v это лист, что происходит, давайте вспомним, у меня была корректная куча, я поменял что-то в вершинке v, увеличил, а v увеличил значение и запустил св-даун. Ну, понятно, что если v это лист, то у меня ничего не нарушилось. У меня был лист, то есть вершинка без детей, там, у кого нет никого внизу. После св-дауна ничего не происходит, потому что некуда вниз опускать. Но мне это и надо, потому что еслиば в листе увеличивал, то у меня никакие нерависы не удерживаются. А вот представьте, у меня был какой-то лист вот здесь вот. И это число увеличилось. Тогда понятно, что единственное нерависио, где он и участок, стало больше другое. Да? У меня вот эта увеличилась, поэтому вот нерависио сохранилось. Ну, все. Значит, куча остается корректной. Куча остается корректной. И я, Autiserv waiting,areng, nothing to do. Dann,orti Dasana, nothing to do. Пусть в этой мере есть, пусть у v есть какие-то дети. Тогда мне нужно опять такую же штуку проделать. Давайте я скажу, что пусть out – это наименьший из детей v. То есть так же, как всегда поступлю, если у меня есть два ребенка, то я выберу того из них, у кого значение меньше. Пусть out – это наименьших детей. Тогда давайте справа вам объясню. Давайте по шагам сделаем. Давайте я сначала, в первую очередь, виртуально заменю v на out. Я сначала v поменял на out. А слева оставил то, что будет. Значит, я окружаю, что после такой замены у меня будет корректная пучка. Ну почему? Потому что у меня вот это неравенство сохраняется. Ау равно out, поэтому на этом неравенство все нормально. С другим сыном конфликта нет, потому что из двух детей я бы говорил минимального сюда подставить, значит он меньше в равеншем стороне. Поэтому здесь неравенство сохраняется. Ну а с родителем, то есть вот там вот сверху, но если здесь было больше в равном, то здесь подобно больше в равном, потому что, по сути, я av поменял на out. То есть на большие значения. То есть у меня изначально было av, здесь написано еще ниже out. То есть у меня изначально было вот так, а я их увеличил, поставил сюда ау. Но, знаешь, строителям тоже неравенство на планете. Я поставил сюда большее число. Поэтому после вот такого шага у меня кучка рект. А дальше я беру и меняю вот нижнюю ау на x. Второй шаг – это замена вот этого ау на x. С первого ау на остается. А этот меняется на x. Вот. Ну и после этого он запускает сюда ау. Тогда как раз вот это ровно то, что делает всегда ау. То есть всегда он что? У него было дерево, где здесь x, ау. Он их трогает местами. То есть сюда кладет ау, сюда x. И запускает за рекурсию на минимальную из детей. То есть вот как раз от того, куда он запустил x. Вот отсюда. Но! Это можно представлять себе как следующее. У нас была корректная куча вот такая вот. И я в ней нижняя ау у меня на x. Но, опять же, комплект уже не индукции, поскольку вот эта вот x – это теперь более низкая вершина. Для нее справедливо, что если это значение увеличилось… Так, не забудь, кстати, случайно взять. Ну ладно. Если это значение увеличилось по сравнению с тем, что там было, значит после синдама это станет корректной кучей. Да, нет. Я забыл здесь написать. Это все в предположении, что x больше, чем ау. Вот так. Если x больше, чем ау, то, кажется, у меня здесь даже был конфликт. То есть у меня сюда стало число больше, чем то, что в ребенке. Когда я их словил, у меня здесь будет вот такое вот и равенство, что ау меньше, чем x. И значит вот это число выросло. Здесь раньше было ау, станет x, оно выросло. Значит после синдама у меня, после рекурсивного синдама станет корректная. Ну, от у, в смысле, вот от этой вершины. У меня нумерация не меняется. У меня вот это, вот это у. То есть у меня номера вершин не меняются. У меня есть только чисел в них. То есть здесь написано x, это по-прежнему у этой вершины. Поэтому, скажем, уже эта вершина. Я запускаю от номера вершины, и я запускаю типа там. Вот. Поэтому в этом случае мне как раз делается срок, и у меня здесь всегда там. Ну а если х меньше, то равно ау. Ну у меня после ничего не произошло, все неравицы сохранились. То есть если х было меньше, то равно ау, тогда при замене вот этого, на и. У меня все неравиства, по-прежнему, не сохранятся. То есть у меня а в это увеличивается comparison, поэтому здесь неравиция сохранится. Но увеличилось не сильно, так что вот это неравиство по-прежнему неim. Ну и это значит лучше. Да, то есть вот, в случае, если х больше ау, то мне нужно вызывать рекурсивные сигналы, а если их меньше равно аунт, то у меня ничего не сломалось, не хуже осталось корректнее, и сигналы, ничего не уйдут. Ну все. Так, вопросы? Нет, еще раз, давайте. Картинка, да, если их больше параграфов. Я поторопился, извините, надо так же аунт писать. Если х меньше, то она. Тогда что? У меня была вот такая практика, здесь была аунт, здесь была аунт. Я это, у меня она нечая. Но, смотрите, х меньше равно аунт по предположению. Аунт имей меньше на детей, поэтому аунт имей больше, чем вот это, значит и х тоже, аунт имей меньше на вот это, значит и х тоже меньше на вот это. Но и с родителем у меня все хорошо, потому что раньше это было баллес, а я его увеличу. Да, я по предположению увеличиваю его. Значит, если я умею еще элемент, то с родителем у меня раньше я сохранился. Ну все, значит делаем ничего не нужно, все корректно. Вот, ну все, мы доказали корректность сектапа всегда, но у меня куча вернется, вернется к корректному состоянию. Ну и все, все корректно, все работает, все хорошо. Вот, еще вопрос есть? Ну ладно. Так, хорошо, значит тогда давайте обсудим следующее. Давайте решим задачу сортировки еще новым способом, а именно с помощью ручки. Я могу завести пустую кучу, в нее сначала все числа эти вставить, то есть сделать а1, а2, а1, а2 и так далее. И потом n раз извлекший минимум. То есть экстракт min n раз. Но экстракт min это не делает, он извлекает, потому что минимальный. Да, то есть он сначала все элементы свалил в кучу, потом достал минимум. Но мы понимаем, что минимум это самая маленькая, которую нужно поставить на первое место. Извлек, поставил. Потом из оставшихся я достаю минимальный, то есть по сути вторую статистику ставлю ее на второе место. Потом опять из оставшихся достаю минимальный и ставлю на третье место. И так далее. То есть я на каждом шаге извлекаю иту из порядка статистик, и ставлю ее на второе место. Ну и здесь как раз, если экстракт не только удаляет элемент, но и как бы возвращает его значение, мне нужно просто n раз надпечатать экстракт. То есть он вернул вот здесь, нужно вот здесь разводить. Понятно? Вот. Ну и я думаю, что эта штука работает тоже за nbln, потому что у меня инсерты или экстракт не заработают за логарифическое время. Поэтому это еще одна состыков уже много. Причем, если задуматься, то это опять-таки сертифировка основана на сравнении. Да, потому что в куче я ничего не как бы не говорил про то, какой природный элемент. То есть все, кроме диквиски, где понимается, что есть какое-то сложение вычитаемых элементов, что приорит не всегда, не всегда. По сути, вот инсерты и экстракты мне нужно только, чтобы элементы сравнивались между собой. Потому что я могу там за единицу, ну за константное время, и на любые два элемента сравнивались между собой. Поэтому это начинается фактировка основана на сравнении. Фактировка основана на сравнении. Вот. И отсюда можно сделать следующее простое замечание, что не существует такой реализации кучи, которые бы и инсерт и экстракт мин выполняли по соединицу. Значит, не существует реализация кучи основанных на сравнениях, в которых бы и инсерт, и экстракт мин работали за чистую единицу. в которой инсерт и экстракт мин работали за чистую единицу. Ну, потому что если бы такая куча свислована, да, не знаю, возможно, не бинарная куча, какая-то другая, тернарная или какая-то еще, в общем-то, какая-то другая реализация кучи, значит, если вдруг она и на инсерт, и на экстракт мин работает, как бы, отвечать за единицу, да, тогда в помощи такого алгоритма можно посорить массив быстрее, чем за МОГЭ. То есть если и здесь единица, и здесь, значит, и здесь единица, и здесь единица, и здесь единица, то у меня будет суммарно цифровка за Н. Ну, а такого не бывает, да. То есть если я считаю, что куча основана только на сравнениях, и про элементы я могу делать только то, что умели сравнивать, тогда быстрее, чем за логарифмом, как бы, нет надежды. Поэтому, в каком-то смысле, бинарная куча, ну, оптимальна. Не совсем, конечно, так, но в каком-то приближении так. Может, может быть, такое, что все предъявили. Да, да, но я это имею в виду. На самом деле, в следующий раз, скорее всего, увидим кучу, которая делает инсерт как раз за единицу, а из тракт за логарифм. То есть можно, как бы, чуть лучше, но нет надежды и то, и то лучше. Так, ну хорошо. Это можно делать так. Но давайте вот это вот сделаем немножко по-другому. Релиз сорта не в том, что мы построили еще одну очередную сертифировку в кабинах. Она, на самом деле, хороша тем, что ее можно реализовать без использования допамяти вообще. Ну, там, без допамяти. Потому что, если вы вспомните, в мерч сорте мне нужна допамять для слияния массивов. Потому что, если есть 20 строганных массивов, чтобы их слить, мне нужно завести новый массив в числе и туда по одному складывать элементы. Без этого не обойтись. Мне нужна допамять для слияния. В квиксорте с этим получше. В квиксорте с этим получше. Там можно партишнгер на месте без допамяти. Но вам стек рекурсий нужно. То есть вы там все равно идете в левую половину ссортируете ее, в правую половину ссортируете ее. Вам нужен стек рекурсий помнить, что вы сейчас сортируете. Ну, это хоть какая-то модно память. Т.е. надо помнить, как он спускается, какие подотрезки вашего массива он цифтирует, поэтому это все-таки какая-никакая допамять, ну, там, среднего гривнического. А hipSort работает, на самом деле, вообще между допамятью, используя всего от единицы допамяти. Сейчас это мы сделаем. Для этого мне нужна процедура hipFight. Она что делает? Она просто берет и строит кучу, строит корректную кучу по environment. Значит, вверху памяти и еще и за what environment. Не только вверху памяти, но еще и быстрее, чем просто N, 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 C. Заглянили время. Вот. Как она устроена? Я знаю, что у меня изначально мои числа лежат в каком-то массиве. 1 и так далее. Так вот я возьму и этот массив буду воспринимать как кучу. Я не буду заводить отдельный массив, то есть не буду заводить отдельную кучу, куда буду по одному создавать элементы. А сразу расскажу, вот это моя куча, где лежат элементы, вот это и есть моя куча. Да, пускай они не корректные, да, пускай там не выполняются требования куча, но сейчас бы чиню. Чините двумя строчками. По всем I от N до 1 именно в этом забывающем порядке. Затем запустить сивдаун от KIP. Вот это хитный файл. Просто пройти его массиву с конца и запускать сивдаун от KIP. Вот оказывается, что если не писать такие две строчки, то после них у вас на этом массиве образуется корректная куча удовлетающихся ответов. Почему мы задавимся сивдаун от KIP, а другого разда? Давайте время чуть больше проанализируем, это правильный вопрос. На самом деле потому, что у вас, смотрите, у вас сивдаун работает в кучем случае с алгоритмом, но если у вас вершинка близко к 1, то она работает не с золотых, а на расстоянии до 1. И, например, если вы запустите сивдаун от листьев, то она работает за единицу вообще. Если сивдаун для предпоследнего уровня, то он за 1. Если аккуратно за приложение, то более точный оценку записать и будет применять. Но чуть больше я не сделаю. Вот, давайте сначала с корректностью разберемся. Почему это верно? Почему после таких сивдаунов куча станет корректно? Ну давайте скажу следующее, допустим. Я, давайте перейду к среднему И. Ну тут у вас есть. О И. Докажу следующее. Что после вызова сивдаун от листьев, после сивдаун от листьев, после сивдаун от листьев, под дерево с корректно станет корректно. То есть вот эта вот штука с корректной кучей станет корректной кучей. Вот, то есть я не утверждаю, что оно сразу сразу становится корректной кучей. Но я говорю, что вот если у меня алгоритм дошел до какого-то конкретного И этого шага, и запустился в данном направлении, то после этого, все, что находится в подделье решено И, то есть вот все, до чего можно дойти вниз по легкому, все это корректная куча. То есть там внутри этого подделья выполняется требование. Вот. Доказатель индукции по И в этом порядке. Значит, ну, если, значит, давайте база, если И это листь, тогда доказывать нечего, потому что, ну, если И это листь, то ее подделья, то она сама. Понять, что это корректная куча, там нет никаких неравенств, там все это оказывает, там ничего делать не будет. Значит, ну, переход. Пусть у меня И это не листь, пусть у меня есть какие-то два сына, двои, двои с одним. Значит, я запустился, то есть я иду по всем вершинкам снизу вверх, последнюю, последнюю и так далее, рано или поздно я дошел до сюда, запустил здесь и там, и вот здесь вот получил корректную кучу, попут тоже не индукции. Потом вот здесь, два И, здесь запустился и там, и здесь получил корректную кучу опять, попут тоже не индукции. Бла-бла-бла, дошло до И. То есть я знаю, что к моменту, когда я дошел до И, вот здесь вот и вот здесь вот лежат корректная куча. Вот это корректная куча и это корректная куча. Значит, все, что сейчас может нарушаться, это только нерависть между нишкой и ее людьми. Потому что по университетам вот здесь и здесь уже это все корректно. Ну, интуитивно, смотрите, у меня были две объектные кучи, я их склеил посредством какой-то вершинки. Все, что может нарушаться, это то, что здесь написано число слишком большое, потому что здесь приедет самое маленькое в этом подделье. И тогда может быть все хорошо, если здесь плюс минимум в этом подделье. Но если это число больше, чем надо, то его надо просто просветламывать, и оно опустится всегда. И все. То есть, если тут корректно, то тут корректно, а здесь большое число, то после всегда оно опустится всегда. Вот. Ну, чем более формально, просто так представить. Давайте сначала я построю жутокную вот кучу, где я отходил до 7, и лежит минус бесконечности. Тогда понятно, что вот это все тоже корректно. Да, потому что здесь и здесь нерависть сохраняются, ну и понятно, что здесь тоже нерависть между ними, потому что минус бесконечности заведомо меньше, чем вот это и. А затем я просто беру и имею этот минус бесконечности, заменяю на али, то есть увеличиваю, и оно становится равно али. Ну, а это просто у меня нерависть. Да, если у меня была корректная куча, и в ней какое-то число увеличить, то после всегда от этой точки у меня станет корректная куча. Значит, после всегда от этой точки едини, куча станет корректная. Профитность, и я иду себе это. Согласна? Ну всё, значит, тогда у меня рано или поздно, я даю до первой единицы, и значит, в самом конце все дерево, вся куча, как куча с корнем единицы станет корректной. Поэтому в конце будет корректная куча. Так, начали полупрократить, и теперь давайте про симптотику. Почему симптотика уменее? Я сейчас симптотика, а? Вот это. Ну, давайте я так немножко, немножко формально покажу. Можно полностью это сделать, но это нам не даст, например, сайт, поэтому я не буду делать. Значит, смотри, у меня здесь всё в моём деле. Давайте я для высоты буду считать, что оно полное динамо. То есть, что у меня, грубо говоря, все свои заполнятся. У меня здесь о character. У него и два явно. У них по два явно. Ну и так далее, то есть, у меня все уровни целиком заполнены. Нет такого, что у меня на каком-то месте… Вот у меня не такая клинка вливая, а именно-то, что мы расколнем какой-то другим. То есть у меня все уровни целиком заполнены. Тогда я знаю, сколько у меня вершин в каждом слое. У меня вот здесь одна вершин, здесь две, здесь четыре, здесь восемь и так далее. На последней поре, например, n по ландышу. Ну почему? Просто потому, что сумма вот этих вот чисел, один, два, четыре, восемь и так далее, в ближайшей степени двойка, это как раз n. n-1, ну не важно, например, n по ландышу. То есть у вас в вашем деле примерно половина листьев, а все остальные находятся в кушинке. Тогда верно вот то, что я говорил. Смотрите, если запускать сигнал от листьев, то он, ну, работает, по сути, моментально. Ничего не делает, он никуда ничего не опускает. Можно сказать, что он работает за единицу. На последний уровень, если запустить сигнал от листа, то он работает за единицу. Направо следует проверку, что если это шинка лис, если у нее нет детей, то мы сразу загружаемся. Так что мы работаем за грузинку. Дальше, если запуститься с предпоследнего уровня, там, грубо говоря, две операции делают. То есть в лучшем случае я просто беру одного детей, спускаюсь в него и запускаюсь в пусину от сына. То есть у меня время работы примерно два. Если запуститься с предпредпоследнего уровня, там время работы примерно три. Ну, понятно, просто чем выше мы находимся, тем больше время работы. Да, время работы, в общем случае, время работы, оно пропорционально глубинивше. То есть сколько у него вниз до дна расстояние. Ну и вот если аккуратно в этот ряд посчитать, то получится как раз вот так. То есть у меня время работы примерно такое. Время работы. У меня примерно такое, смотрите, у меня 1,5 вершин. Обрабатываем за 1,5, потому что они листиками. Дальше n на 4 вершинка обрабатываются за 2, потому что они на предпоследнем уровне, и там максимум нужно 1 раз их смутить, примерно 2,9 вершин. Те, которые еще на уровне выше, они обрабатываются за 3 операции, и они обрабатываются за 4 операции, но не верно. Вот нужно посчитать аккуратно, сказать, что он используется в клубах. Так, ну давайте я просто прикладываю. Так. Значит, как я с этим буду работать? Значит, давайте я из всех, как бы, подслагаем, вытащу, ну как бы, со множенную единичку вот здесь, и напишу n пополам, плюс n на 4, плюс n на 8, плюс n на 16, плюс так, плюс и так далее. Вот. А у всех остальных я, соответственно, уменьшу второй со множитель на 1. То есть я, как бы, одну копию всего числа изрек, а все соединения остались. У меня, знаете, сумма n в репетицию на 1, n на 8 на 2, n на 16 на 3. Вот. Но мы знаем, сколько это за сумма. Что это? n. Ну, n, да, примерно. Потому что это убывающая гигантинская прогрессия, мы знаем, чему равна ее сумма, и далее. n-1, ну, не важно. Примерно n. Вот. Здесь сделаем то же самое. Давайте от всех отщепим по одному слагаемому, а все остальные оставим. Значит, там будет сумма n на 4, n на 8, n на 16, плюс и так далее. плюс останется n на 8 на 1, n на 16 на 2, n на 32 на 3. Ну, мы знаем, что вот это такое. Как n попало. Это та же самая бывающая гигантинская прогрессия. n на 4, n на 8, n на 16 и так далее. И это очередная гигантинская прогрессия, n попало, n на 4, n на 8, которая справляется в два равна. Ну, здесь везде там неравность. Поэтому весь отряд не больше равен, значит он точка реально любит. Так, нормально? Супер. Хорошо. Так. Ну, так чего? Получается, что у нас вот этот шаг, вместо того, чтобы вот 1 раз явным образом делать insert, нанемся сюда, а вместо того, чтобы вот 1 раз явным образом делать insert, я могу вот это вот соединить на один стильный слайд, который работает за лизинг. И причем, что хорошо в этом? Он работает, может называется, in-place. Да, то есть ему не нужна никакая тот память, ему нужно только всегда запускать. Ну, всегда, понятно, можно реализовать так, чтобы он эту память не пропитал. Он просто берет и решимку вниз просеивает, пока я проснулся. Поэтому здесь это, что называется in-place социалом, то есть, ну, как бы вообще без допамяти. От единицы до памяти не ожидается, мне нужен этот счетчик вот здесь где-то. Здесь и хранить, да, нужно. Всегда мне нужно звонить какие-то примеры. Но это все от единицы до памяти. Вот, что-то in-place социалом. И еще, что можно заметить, смотрите. Давайте вспомним, как работает экстракт. Экстракт берет и в куче корень ставит на последнее место. Так вот, давайте возьмем такую версию экстракта, которая ничего не возвращает. Например, просто берет, удаляет корень, свопает его, то есть, ставит его на последнее место и запускает все данные, чтобы больше не исключить. Тогда после всех экстрактов у меня просто на этой же памяти будет храниться адсортированная, ну, только в порядке убывания версия массива. Потому что после всех экстрактов у меня сначала минимум, то есть первая порядка статистика положится на последнее место, потому что так работает экстракт. Он берет минимум и войдет в конец. Потом его забывают. Дальше вот отсюда выбирают минимум и войдет его на последнее место. То есть здесь, соответственно, будет а вторая. Вторая порядка статистики. Потом сюда он положит от win, ну и так далее. То есть мне даже не нужно это выводить никуда в отдельный поток, мне даже не нужна память, чтобы хранить отметки. Я просто могу в экстракт мине, то есть экстракт мин так работает, что просто ставит ответ на нужную позицию. Ну и потом надо просто массив развернуть, и будет результат сортировки в проекте заставлен. Вот такой стильный алгоритм, который не требует до памяти и работает, ну, достаточно быстро, ну, кэшком. Наверное, не быстрее квинсорта, но, по крайней мере, тоже инвоклен, и справа тут все вообще замечательно. Замечательно. Почему опыт там не будет? Тогда всегда он прям рекурсов? Потому что, на самом деле, можно всегда вот так починить, чтобы там не было рекурсов. То есть всегда у него хвостовая рекурсия. Вы схопнули, и если нужно, запустились вот от сына. Потом, возможно, от внука, и так далее. Можно просто, ну, как это у нас раньше было, рекурсов и цикл, например. Так, хорошо. Ну, тогда последний сюжет про кучу. Давайте обсудим, как можно из кучи удалять. Удаление кучи. Удаление. Давайте попробуем решить такую задачу. Что в дополнение к всем предыдущим операциям у нас появляется еще и рейс. Удалить элементы из кучи. Да, просто? Ну, это не знаю. Давайте я просто считаю, что он в куче точно присутствует. Нам гарантируется, что элемент в куче есть. И мне нужно его как-то из кучи удалять. Как это делать? Ну, здесь вот есть две возможные известные обстановки. Во-первых, это по указателю, а во-вторых, по значению. По указателю наличность. Во-вторых, по значению. По исту. Давайте с указателем сначала разберемся. Пусть мы не просто, наверное, удалим, пожалуйста, из кучи число 5. А у меня тыкнут вот в конкретную вершину кучи. То есть мне говорят вот АВ, а вот он В. То есть мы не даем, по сути, иную вершину в кучу. Говорят, вот этот элемент, я хочу, чтобы ты из кучи удалил. Ну, это просто левый. Представьте, у меня есть куча. Мне ткнули в вершину В и сказали, вот это АВ, пожалуйста, из кучи удалил. Как это можно сделать? Как это можно вырезать через имеющуюся операцию? Да, ну только не плюс, давайте минус бесконечность. Потому что если плюс бесконечность, она непонятно куда опустится. У меня же много листьев, да? Не обязательно она в последнюю уйдет. Она, возможно, вот сюда уйдет, вот непонятно как ее удалить. Давайте лучше просто сюда поставим минус бесконечность. Засиставим ее, она тогда обязательно поднимется в корень, и потом заэкстракт минер. Потому что для корень, я прошу за лекцию. Да, здесь каждая листья по указательству. Заменить, заменить АВТ на минус бесконечность, потом сифтал, тут В, потом экстракт минер. Да, потому что если поставить в вершину В минус бесконечность, то она точно станет самым маленьким числом в куче. После сифтала по корректности встанет корректная куча с корней мин за бесконечность, и после экстракта мин она удалится. Это то, что мне нужно. Там мне нужно было удалить этот элемент, как я и вышел. Окей? Вот. А удаление предназначения очень похитрее. Ну вот здесь проблема в том, что если мне не дают указатель на вершинку кучи, а просто удали, пожалуйста, число 38. У меня нет никаких нормальных механизмов это число найти в куче. Да, то есть здесь, как мы говорили, вот оно вот это число, вот его удали. То есть я сказать не могу. Нет, это не только значение, а найти его в куче у меня, ну, как-то непосредственно, потому что у меня есть куча. Единственное, что я знаю, что при спуске сверху вниз у меня значение увеличивается. Но я же не знаю, куда идти, вот скажем, если я начал в корне, не знаю, здесь 310, а я еще и 38. Но понятно, что надо идти вниз, то есть в лево или вправо, а бог кто знает. Ну, в худшем случае оно может быть здесь, может быть здесь. Мне нужно пойти как бы и туда, и туда. И по сути мне нужно как бы все дерево обойти, чтобы понять, где оно лежит. У меня нет никаких механизмов, то есть оно не так, оно не достаточно хорошо порядочное, чтобы надеяться на то, чтобы 38 было какое-то комплектное ячество. Я не могу писать бит-поиск, потому что массивные меняются сроками обязательно. Да, не обязательно. Но вот непонятно. Поэтому у меня нет надежды найти х кучек. Давайте я зафиксирую, потому что в пункте В нет надежды. Явно найти х кучек. У нас просто, ну как бы, недостаточно, недостаточно много структуры. Недостаточно много структур на нашей куче, чтобы в ней что-то можно было находить. Она не заточена, да, у нас какой-то... Она и не должна ничего находить. Ну, не важно. У нас не умеет. Вот. Ну, давайте сделаем по-другому. Давайте сделаем такой кучек. Давайте сделаем две кучки. А и Д. В А я буду сохранить все добавляемые элементы. Все добавляемые элементы. А Д все добавляемые элементы. То есть, вместо того, чтобы удалять элементы из А, из нашей обычной кучи А, я буду его вставлять в D. То есть, вместо удаления я буду вставлять в какую-то фиктивную кучу D. И в D я пока буду просто сваливать все то, что я на самом деле удалю. Ну, опять же, давайте я тут живу в каком-то адекватном предположении, что удаляются только имеющиеся элементы. Удаляться могут только те элементы, которые есть в кучке. Удаляться могут только те элементы, которые есть в кучке. Вот. Тогда давайте такую картину нарисуем. Я нарисовал, скажем, вещественную ось, ось значений всех чисел в кучах. Пусть A у меня будут засечки, а элементы A, которые как-то напрямую расположены. А элементы D я буду обозначать крестиками. Ну, скажем, какие-то элементы A у меня удалятся. Ну, тогда смотрите, в общем-то, обычно у меня ответы, точнее, обработка запросов к A, она остается похожей, как было раньше. Скажем, что значит вставить элементы A? Ну, просто я беру insert и ударю. Ничего не меняется. GetMin и ExtractMin тоже зачастую работают на DQA. А именно, если я вот этот самый маленький элемент не удалял, то есть в D не добавлял, у меня минимум и ExtractMin будут по-прежнему правильно работать. То есть я просто беру, я знаю ответ, я его увожу. Что-то начинает ломаться только если я из A удаляю минимальный элемент. Вот если здесь тоже стоит кресть. То есть если минимальный элемент A, то на самом деле удален. Но это легко отследить. Да, поскольку я не, как бы, не удаляю несуществующие элементы, я удаляю только то, что есть, вот это, вот это условие того, что у меня минимум удален, просто проверяется тем, что у меня одинаковый минимум A и B. А и B. То есть если A верни, то равно D4. То есть если минимальный элемент A на самом деле удален, тогда давайте просто их обоих извлечем. В этом случае я просто беру и вове их куча пропускаю сразу. Так? То есть если я понял, что минимальный элемент в A на самом деле был удален, я его просто беру, удаляю, и засечку с него снимаю, и крестик снимаю. То есть я полностью удаляю этот элемент. Затем я уже выберу так. А можно вопрос? У нас есть элементы, которые мы хотим удалить. Сначала добавляете в D, и потом мы их включаем. Да, если я хочу удалить элемент, я его просто кладу в D, и все. Но потом, когда я обрабатываю кучу A и пытаюсь отжечь от любви и заползать, то есть там GetMin или ExtractMin, я сначала проверяю, а не верно ли, что минимальный элемент A равен минимальным элементом B. Если это верно, как вот здесь обрели опять, это означает, что у меня минимальный элемент, на самом деле был удален. Я это еще не обработал, но он был удален. Давайте удалим. То есть я знаю, что он есть и там и там в обеих кучах. Давайте его наконец-то удалим и заберем кучу. Возьмем, снимем сосечку и снимем кейс. То есть его удалим для меня кучу. И так, верно ли, поздно, и у меня ключ вообще опустеет. Либо я даду, например, из-за минимального элемента, который не был удален. То есть я удаляю несколько самых маленьких, пока не даду до того элемента, который не был удален в боках с низком. Ну, значит, это и все. Все. Вопросы? Да? А если, ну, как бы... Сейчас, у нас экстракт минут для извлечения минимального элемента. Да. А если у нас, ну, просто не минимальный элемент? Если что, еще раз? Не минимальный элемент. Ну, еще раз, смотрите. Ну, просто у меня A вот такое. Ответ вот такой. То есть я удаляю вот первый элемент. Вот тогда смотрите, при запросе, скажем, если меня просят найти минимум A, он не меняется. Потому что я удаляю этот элемент, минимум не меняется. Поэтому ответ на запрос, что getMin, что extractMin, у меня не поменяется. Значит, мне не важно, что он на самом деле удалил. Ну, если у меня делается extractMin, окей, я его удалю. Но у меня все это не будет меняться, пока я не даю до момента времени, когда у меня минил на самом деле удален. Но когда я его беру, я его удаляю. Ну, давай сюда. Ну, и все. Это же последнее, что здесь нужно сказать. Это время работы. Давайте, ну, так. Вернее, чтобы был один запрос. Когда время работы будет максимально правильно. Ну, давай сюда. Я считаю, что все запросы корректные. То есть, у меня не бывает такого, что я пытаюсь декризнуть удаленный элемент. А если я декризну неудаленный элемент, то ничего страшного не произошло. То есть, у меня там была засечка, я взял ее и принес налево. Ничего страшного. Но вот если я пытаюсь декризнуть то, что удалено, тогда у меня все сломается. Давайте сейчас эти запросы корректные. Так, значит, про время, да, смотрите. Со временем тут есть небольшая запроса. Потому что, вообще говоря, хотя это достаточно большой, я бы первый раз и так, что пока у меня минилы возгладают, да, пока двух кучах минимумно одинаковые, я их удаляю. Удаляю, 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 удаляю. Много раз назад. И, возможно, они работают долго. То есть, на каком-то шаге снял много итераций полагает. Но понятно, что суммарно таких операций будет мало. Потому что, ну, каждая из них сопровождается удалением из обеих этих элементов. Ну, понятно, что, если суммарно, скажем, у меня было n вставок или n удалений, то, значит, суммарно вот этих вот удалений будет тоже много. Потому что каждый раз у меня элементы удаляются, а удалять я не могу из кучи больше, чем n раз. Значит, суммарно у меня будет удалением акций стоит. То есть, даже не слабая на то, и слабая на эти элементы можно работать долго, и в зиму, когда нужно много экстрактов нужно сделать. Суммарно это всё работает, как будто бы в среднем у меня работают всё за водой. Потому что суммарно мы можем их удалять. Всё, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ